Писать от руки полезно для мозга. К такому выводу пришли психологи, сравнивая рукописные дневники пациентов и напечатанные на клавиатуре. Век машин, брать в руки ручку, действительно приходится все реже. Все документы сегодня печатают на компьютере, пишут от руки, пожалуй, лишь учителя да врачи. Как это влияет на работу мозга и что расскажет о журналистах ОТС их почерк, расскажет Елена Мирошниченко. Быть с ручкой на тыново сибирцам помогают в центре ментальной арифметики. Учат каллиграфии и совсем маленьких, и взрослых. Это начинающая группа. Пока перо и чернила им не дают, пишут в прописях карандашом. Специалисты говорят, это развивает не только моторику. Есть известное выражение «ум на кончиках пальцев». Соответственно, работают дети руками, мы им развиваем интеллект и мышление. И вообще, в принципе, у нас сейчас в образовательной системе очень мало уделяют внимания каллиграфичному почерку. Если раньше все начальное звено, оно занималось именно прописями, то сейчас максимум это полгода первого класса. Прилежным ученикам есть чем похвастаться. Вот пример. Сверху почерк до занятий, справа после. И это работа пятилетней девочки. Но умение красиво писать не говорит о высоком уровне интеллекта. Уверены графологи. Скорей, о развитой моторике, старательности и неспешности. Принято считать, что обладатели самого неразборчивого почерка врачи, потому что писать приходится много и быстро. Пациентов поток, и в справке важнее, что написано, а не как. Кстати, спешить при письме часто приходится и журналистам. И эти незамысловатые завитки и черточки могут многое рассказать о характере владельца. В качестве примера мы попросили ведущих телеканала УТС Екатерину Тихомирову и Михаила Дорошенко написать пару строк на бумаге и оставить автограф. Поучаствовать в эксперименте согласилась и Светлана Антимонова, шеф-редактор новостей УТС. Какие они известные новосибирские журналисты на самом деле, рассказала следователь Ирина Ушакова, которой часто приходится работать с образцами почерков. К примеру, когда задержанный отказывается давать показания, пишет заявление, а буквы говорят за него. Чьи автографы на этих листах специалист не знает, но сразу определила – все трое одной профессии. На всех трех представленных образцах, например, имеется по одной, по две основные буквы. То есть это говорит о том, что люди быстрой реакции. То есть они схватывают информацию первоочередную и начинают с ней работать, то есть уже интерпретировать. Эти люди, например, не смогут заниматься какой-то монотонной, длительной работой. Все трое пишут с нажимом, это значит физически здоровы. Лидера легко разглядели в Светлане Антимоновой, человека сосредоточенного и аккуратного, Екатерине Тихомировой и общительного и немного расточительного Михаиле Дорошенко. Почерк зависит от того, в каком настроении человек писал. Если каждый раз наклон, размер букв и нажим разный, значит его владелец – натура творческая. Получается, если глаза – зеркало души, то почерк – зеркало характера. И чем чаще человек от руки, тем больше пользы для здоровья, уверены психологи. По их мнению, при письме мозг отбрасывает лишнюю информацию и помогает запомнить нужное, обостряет творческие способности, снимает стресс. Этим легко объяснить, почему психологи рекомендуют вести дневник. А также поддерживает молодость мозга. Но развивается моторика не только при письме. Можно и из бисера плести, и фигурки из пластилина лепить. Эффект тот же. Елена Мирошниченко, Константин Менин, Новости ОТС.